Хотелось бы продолжить и пригласить протоиерея Георгия Пименова, выпускника Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета и Санкт-Петербургской Духовной Академии, клирика Храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге. Тема доклада – условия, при которых может существовать молодежный клуб. Уважаемые владыки, братья и сестры, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою в условиях того кошмара, который мы видели на предыдущем докладе и прочих вызовов современного и XX века, тем не менее находятся люди, которые умеют найти подход к молодым сердцам во все века, во все годы, несмотря ни на что. Вот перед нами молодежная община, как храма Казанской иконы Божьей Матери, которая пригласила к себе другие клубы, в том числе молодежный клуб Акц из нашего храма Воскресения Христова. И видно, что этим людям вместе хорошо. Это крипто, над нами Казанский собор. Это как бы подвал крипто Казанского собора. Это теперь уже такое место неформального общения молодежи всего Петербурга. Следующий слайд, пожалуйста. Можно ли сказать, что XX век – это период только гонений, гулагов и, так сказать, потерь в духовном смысле? Конечно, это миллионы загубленных жизней, разрушенных связей, о котором говорил Владык Антоний, которые губительнейшим образом отразились на нашем народе, на народах всей страны, и Эстонии в том числе. И тем не менее, даже среди этих людей – пионерия, комсомолия, коммунизм. Вроде такие слова сейчас просто ругательные. Но и среди этой среды находились люди, которым было искренне нужно молодежным движением заботы по достаточному поколению. Может быть, мне повезло. Я с представителями этого коммунарского движения встречался в нашей школе, которую я окончил на Новосибирском острове в Петербурге. И вот это коммунарское движение, такое ответвление от комсомола, неформальное, которого принцип был – меньше слов, больше дела. У них принцип был – никогда не употреблять словом «мероприятие». Это был принцип их движения. Соответственно, они там бобыли 10-15 лет, их официальные структуры задавили. Но вот это общение с детьми, общение с молодежью – у нас был замечательный след веснянка. Прямо в школе, вот как здесь у вас. Мы там спали на матах. Там несколько это было дней. Я там был в пресс-центре, как журналист молодой такой, мальчишка, бегал там, все это освещал. Это были задорные… Конечно, ничего религиозного не было здесь. Но это был кусочек свободы от официоза, от советской власти, от этой уже одрехлевшей идеологии, которая, тем не менее, существовала, нанесла свою вот эту ржавчину. Пожалуйста, следующий. Естественно, в годы Перестройки, даже еще раньше, когда жили такие религиозные лидеры нашей страны, как отец Александр Мень, существовали молодежные общины вокруг таких священников, вокруг него, вокруг его учеников. Вот мне посчастливилось быть в общине отца Льва Большакова, которого крестил отец Александр, который ходил в наш петербургский храм к отцу Василию Леснику. Это такие имена, ну, просто знаковые для Петербурга, может быть, еще для многих людей здесь существующих. И особенностью, например, было такое, что я о том, что возглавлял нашу общину отец Лев Большаков, узнал вот только сейчас, когда мы стали снимать фильм «Двадцать лет спустя». А откуда все пошло-то? А вот, оказывается, отец Лев тогда нас благословил. Мы собирались дома, это были, по-моему, среды такие, вот по средам собирались, читали Евангелие, молились вместе. Мы только знали, что нас благословил священник, ну, я думал, отец Александр Федоров, ну, это просто была одна, так сказать, одна дружеская такая семья священническая. Вот. И вот это тепло, вот этого общинного движения потом, с годами, к сожалению, во многом утратилось в нашей церкви. Она стала приобретать более такой формализованный характер. Вот. То есть не все благополучно. Вот этот вот подъем, перестроечный подъем страны и церкви, он стал угасать. Другим примером, уже тоже издавна протекшим и до сих пор существующим, является фестиваль «Братья». Наверное, кто был в нем, тот понимает, насколько это замечательное, неформальное, действительно международное движение, которое началось с того, что двое людей, вот Оксана Шашута и будущий священник Ярослав, приехали в Париж и увидели католические средства молодежи там. Как он там проводился, как он с душой это делает. А почему у нас такого нет? Они как бы себе задали этот вопрос. Вот. Отец Ярослав стал отцом Ярославом, получил приход на Бородинском поле, а Оксана, она танцует. Она сделала вот эту танцевальную студию «Зайцы-Можайцы». С этой танцевальной студии началась вот эта уже... Сейчас 24-й фестиваль будет, зимний, вот в Казани. Туда можно на сайт фестиваля зайти, как к этому фестивалю присоединиться, сделать это. Вот я участвовал в фестивале в Беларуси. Вот. Ну, это незабываемое просто. Участие всем отцам, кто к молодежи имеет отношение, всем, у кого есть дети, внуки, приезжайте, вы не пожалеете, получите... Там нет людей, которые что-нибудь не нарисуют, что-нибудь не напишут, что-нибудь не станцуют. Там такая творческая атмосфера, при этом окормляемая епископом местным, там, благословение правящего в архиереи, все, служба. Я помню, у нас была служба в поле в Беларуси, там, под такой огромнейшей палаткой. И всю ночь пошла исповедь. И ребята приходили на эту исповедь. Священников много, все приходили. А потом литургии начали, рано утренне, и там, после нее, костер. И эти песни. Вы знаете, эта атмосфера, стоящая атмосфера. Следующая, пожалуйста. Ну, это вот просто, да, из того, что там есть, вот костер, обязательно крестный ход на фестивале. Вот. Это вот так называемая мини-беседа. Сидит священник и проводит на какую-то тему, ну, там, о браке, там, о каких-то проблемах какую-то выставляет. Вот. И вот так вот они сидят по всему полю и обсуждают разные, кто куда хочет, кто туда приходит. Там очень много конкурсов, очень много разных мероприятий. Кружков. Дальше, пожалуйста, да. История, конечно. Тут сейчас я занимаюсь русской эмиграцией. И, конечно, в ее истории неотъемлемой частью является русское студенческое христианское движение, которое и оформилось как церковно-православное движение, и проходило в виде церковных съездов. В 1924 году Спширова, это такой чехословацкий город, этот съезд называли отец Василий Яньковский, да, «пшировская пятидесятница». То есть настолько вот они чувствовали подъем на этом съезде, и после этого, конечно, до Первой мировой войны фактически это РСХД процветало. Можно дальше. Ну, из тех вожатых, да, которые были среди этого съезда, мы прекрасно знаем Андрея, будущего митрополита Антония Сурожского. Вот. То есть сами вожатые, как вот и на фестивале «Братья сейчас», они, углубляясь в тему молодежного движения, из людей вожатых, из простых становились и священниками, кто-то и монахинями, кто-то вот... Для них это было очень важно. Так лишь, пожалуйста. Что можно сказать про современную ситуацию? С чего начинать человеку, который вот уже назначен священненачальем на пост, например, заведующего молодежным отделом? Ну, я по нашей епархии знаю, вы, наверное, знаете по своим епархиям. Вот. Что есть синодальный отдел, есть епархиальный отдел, есть какой-то священник, который к этому назначен по той или иной причине. Что ему делать? Где ему найти таких отцов Ярославов, Оксан, митрополитов Антонио в будущих? Вот. Наверное, мне бы казалось, что первым делом надо обратить внимание на тех молодых, которые уже хотят что-то делать и уже что-то делают. Танцевальные студии это будет, пусть это будут походы, пусть это будет какая-то, не знаю, там, какие-то стрельбище, там, что-нибудь. Лишь бы это было от души, и люди умели это делать. У нас совершенно замечательный учитель труда в нашей школе, вот, воскресный был. Сейчас он перешел там по месту жительства, поближе, у него трое детей родилось. У него просто золотые руки. Он с ребятами ходил в походы. Он делал с ними байдарки, делал с ними плоты. Они зимой делали буера по Фенскому заливу. За ним люди, просто ребятки, родители, потому что вот Арсен Валентинович умеет это делать. Он может это делать, и за ним шли люди. Поэтому, мне кажется, вот та молодежь или те люди, там, педагоги, которые имеют такой талант общаться, как сказала директор и хозяйка нашего фестиваля Лилия, да, кто любит, кто любит и умеет найти доступ к молодежным сердцам, вот, ну, надо таких людей найти. Надо их взыскать, надо им дать им какую-то возможность, призвать. Вот. Другие пути, это уже действующие какие-то молодежные лидеры, которые, ну, прежде всего, наверное, в музыке сейчас. Вот Вячеслав Батусов, почему я его, так сказать, лично не знаю, но по Петербургу знаю его хорошо, и концерты его, и песни его. Ну, вот, я хотел быть с тобой. Я посмотрел перед тем, как мы ехали на фестиваль, интервью с ним последнего времени. Он говорит, эта песня была чисто такая любовная такая лирика, больше ни о чем. А сейчас он понимает ее, как общение с Богом. Песни «Прогулки по воде», я даже записал на этот самый, ну, уже не буду, кстати, все ее знают там, да. Это же о Христе, это же о распятии, это же о баскетике, это о том, на том языке, на котором молодые могут и понять. И как он сейчас, Вячеслав пишет, его спрашивают, а как вы оцените свою молодость, свой вот этот рок-концерт? Он говорит, да как ерунду. Я говорю, что мы бездельно, мы занимались. Вот только сейчас я начал жить, когда он стал человеком веры, человеком вот такой подлинной духовности. Ну, конечно, существует и международное объединение православной молодежи. Мне кажется, здесь, как раз на территории, может быть, прибалтийских стран, может быть, наиболее уместно как-то обратиться к этому опыту Синдесмоса. Я тогда, вот там, 90-е годы, как вот до конца не говорил, что вот когда мы вот церковлялись, сколько приезжало людей, сколько приезжало делегации, сколько ездило от нас туда. Это был период такого подъема. Вопрос только в том, что сейчас подъема нету, вот общего подъема нету. Бывает, часто нету того священника, который горит, и вокруг которого, так сказать, все зажигается, как там, владыка Антония. Вот. Бывает часто, что нету каких-то законодательных возможностей, что ли, да, как в советское время. Сейчас у нас есть и положение о молодежном служении, да, у нас сейчас и концепция. Концепция прекрасна, но кто будет эти концепции делать? Концепция очень хорошая, все по уму, но кто будет делать? Кто будет творчески к этому подходить? Вот. Вот поэтому вот этот эпиграф, следующий, да, эпиграф, что молите господина жатвы, да изведет делателю на жатву свою, мне кажется, это самое главное, чтобы владыки правящей архиереи, чтобы настоятели храмов молились, чтобы дал им Господь мудрость увидеть вот этих молодежных будущих, может быть, лидеров. Вот я так в Петербурге соприказаюсь с проблемой наркомании, вот, и когда ты вот это вот, так сказать, вот это вот читаешь, когда ты это видишь, когда ты видишь ВИЧ-больницы, где молодые вот эти ребята, они, вот они ВИЧ-инфицированы, они умрут через 10 лет, если не будут лечиться. Если будут отягощающие обстоятельства, они умрут еще раньше. Когда ты их в 20 лет, когда ты их отхоронишь, ну, тебя там что-то екает, понимаете, там что-то шевелится, потому что, ну, на что тратится жизнь? Вот, батюшка сказал вот о этой педофилии, там, там, муках, вот, это еще, ну, такой, так сказать, ну, редкий такой малыш об этом говорит, вот, а о наркомании говорят ежедневно. Я не уверен, что в любом моменте он может ее бросить, могут ее. А они не могут ее бросить. Это целая, нужна, в свою очередь, целая система. И вот тут вот эта беда. Им бесплатно в туалетах, вот мы сходим в туалет школьный, в этом туалете ему бесплатную дозу предложат. Бесплатно, только, только прими. Вот, и редкие, это круто, это быть среди своих, это быть крутым парнем. Вот, поэтому, если мы молодежь, ну, не озаботимся, то те, которым важно из них сделать просто деньги, я уже не говорю там о всех, там, каких-то заговорах против православия, России, там, и чего еще, какие там есть варианты этих решений, проблем, то просто она уйдет, вот, просто в смерть. Ну, я тут могу видеть, что наркоманическая смерть, она очень быстрая, она вот наступает, вот эта старость, о которой говорил отец Дионисий, она наступает в 20 лет. Люди уже ничего не соображают, они, девочки слепнут, мальчики обездвиживаются, лежат на этих, на кроватях, они не могут двигаться, а лечения нет, они уже настолько понизили свой иммунитет, что им уже только, только умереть. И вот, не забуду такой Александр, вот, Царство Небесное, он никак не хотел мамой, вот, ну, сделайте, чтобы он покаялся, ну, чтобы он что-то, а он ничего, он ничего. И вот он наконец-то согласился там как-то поисповедаться, как-то. И вот он как-то поисповедался, я его как-то причастил, и он на следующий день умер. А он всю жизнь тяжко грешил всем, чем только можно. И вот от этой гадости умер. И это наша молодежь, для которой это просто характерно, это вот ее свойство. Я думаю, в любой стране, вот хорошо Владыка Идининского, что юность, она везде юность, в любой стране юность, в любой стране наркомания. Будем мы это смотреть равнодушно, или мы будем что-то делать. Мне кажется, огромное спасибо устроителям этого, этой встречи, что мы эти вопросы можем поставить. и попытаться найти решение их. Спасибо. Пожалуйста, братья и сестры, вопросы, комментарии. Если возможно, расскажите, пожалуйста, поподробнее, как вот было налажено вот у отца Большакова, отца Льва Большакова. Я с ним имел несколько бесед. Я был в Кондопоге, и его немного знаю. Замечательный батюшка. Вы могли бы рассказать про то, как вот, ну, поподробнее, как вот протекала тогда вот эта жизнь, чтобы вот у нас был какой-то такой вот пример, который мы могли применить у себя на приходах. Спасибо. Батюшка, дело в том, что сейчас просто не применишь на приходах. Я говорю, что о том, что наша вот эта молодежная община, Львята, мы ее потом, уже сейчас мы ее назвали Львята, потому что надо было как-то фильм называть там все это. Вот, что это именно он ее окормляет. Я об этом узнал спустя 25 лет. А когда я был молодой и задорный, вот, мне было просто хорошо с этими людьми, которых он благословил, он их поддержал, наставил, наладил их молитвенную жизнь, жизнь вот такую, на толкование Евангелия. Я помню, что мы читали по главе Евангелия, и очередной брат или сестра готовили толкование на него. Мы как-то там говорили какие-то свои чувства на эту поводу, а он потом говорил православные святотические толкования. Ну, вот на этом, ну, такая богослужебная часть встреч заканчивалась, начался потом чай, там, торт, там, день рождения. Поэтому на этих встречах, я туда ходил год на эту общину, я ни одного священника не видел, ни одного, вот. Но всегда подразумевалось, что эти встречи идут по благословению. Вот, и поэтому, как уж они там взаимодействовали, тоже это было в начале Топара, Олега и Жанна, у них был только один ребенок, они могли себе в эту коммунальную квартиру впихивать 20 человек народу. Вот, и было очень интересное, конечно, были интересные собрания, потому что здесь у нас сидит такая евангельская группа, а в соседней коммунальной комнате люди бухают или колются, понимаете, там, и приезжает милиция, их забирает. Вот, мы там в это время немножко поем какие-нибудь песни на их духовную тему. Ну, это было другое время. Сейчас и так вот просто не восстановить. Поэтому предложение вот именно о поиске тех лидеров, которым это лично нужно. Вот лично нужно, на приходе вам, вот лично, вот вы все, вот не можете, вы не можете смотреть на молодежь, которая погибает наркоманией. Все, вы это будете делать. Не зависит, как вот течь река. Пьет из нее кто, не пьет из нее. Все, я это буду делать, потому что я не могу иначе. Если у меня и так хватает нагрузки на приходе, на семье, там, на епархии, ну, кому-то это поручаю. Но, понимаете, вот нужен все-таки тот кто-то, кому это лично нужно, независимо ни от чего. Вот. Когда ты являешься свидетелем таких людей, как вот фестиваль «Братья», выросший из одной семьи, как вот наша группа, ну, вот в Петербурге тогда, которая была по благословению отца Льва, но это было нужно все-таки изначально тоже семье, которая уже вокруг себя собрала, вот эту евангельскую группу. Вот. Сейчас у нас в храме группа, вот они называются «Акц», деяния апостольские, да, вот они называются, они в основном языки там знают, хорошие ребята. Мне кажется, основное, им даже не столько было, может быть, евангельское чтение, а просто неформальное общение, не в интернете 60 часов сидеть там, да, а просто лично пообщаться. Вот в нашей группе тогда, 25 лет назад, было трудно представить, чтобы мы после евангельских чтений сели бы играть там в шахматы. А эти наши могут сейчас. Они вот это самое, какие-то настольные игры играют. Это просто общение. Я их грешным делом осуждал сначала. Думаю, ну, ребята, вы к Христу пришли, а тут играете какие-то игры настольные, там какие-то кубики, там что-то такое. А потом мне только вот до меня дошло, что это общение личное, которого им не хватает в их пространстве. Они там в тысячах групп участвуют в этой вот игрушке, а глаза в глаза, и они не говорят. Вот. И им это радостно, они под покровом храма, они там пьют чай, они там сидят для 11 часов вечера, дежурные приходят уже, выгоняют по нашу храму. Поэтому вот, мне кажется, время изменилось, ну, в России, например, да, время изменилось, надо искать какие-то другие формы, даже не формы, людей, которым это нужно, независимо ни от чего. И тогда будет дело. Вот. Мы сейчас имеем к этому много возможностей. А вот опираться на того, что вот тогда был у нас подъем 90-х, а в эмиграции был подъем там, пшеровской 50-ти, ну, понимаете, ну мы не можем на это опираться. Вот если, как бы, Дух Святой скажет нам, кому-то в сердце своем, что не могу я больше на это смотреть, тогда будет что-то происходить. Вот. Поэтому я вот, молите господина жертвы, это изведет делателей. Хорошо. Спасибо, отец Георгий. Если позволить, я вот из вашего опыта хотел бы, может быть, тезис на кратко сравнительный анализ как бы евангельских чтений в храме и на квартире. Вот вы говорили, такой квартирный формат и храмовый. Чем, может быть, отличаются и где больше перспектив миссионерских, скажем так? Потому что многие готовы прийти к знакомым на квартиру, но не придут никогда. где плод приносится, там и хорошо. Вот. Потому что некоторые священия костя на стороженном к этим квартирным, потому что там ересь начнется, там не ересь, что они там какие-то начнутся. сагапы какие-то подозрительные, там пить, гулять, там морально разлагаться. Ну, понимаете, ну нету такого. Я в этом молодежиже вижу хорошие, прекрасные люди, вот, высокообразованные, культурные, там ни к чему, вот, я не соприкоснулся ни с чем отрицательным в этих, в этих, вот. поэтому они попросили, как бы у нас убежище у храма, потому что их стало уже много, и уже больше 20 человек уже квартиру не вмещает, уже там, все, кухня уже маленькая, там сидеть. И они поэтому просились в храме, и мне кажется, что не важно где, главное кто, и для чего, для кого. Музыка.